Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы рассмотрим игру от русских разработчиков под названием To Be or Not To Bear. Игра подходит для детей, поскольку в ней нет крови, насилия и прочих подобных вещей. Тем не менее, как показала практика, в неё с удовольствием играют и взрослые. Кого вы любите больше, медведей или пчёл? To Be or Not To Bear даёт только один вариант ответа. Пчела, она клёвая, трудолюбивая, прикольного цвета и она твой бро. А медведь, он наглый, плохо пахнет, лезет куда его не звали и он не твой бро. Принцип игры до неприличия прост. Пчёлы и медведи гоняются друг за другом вокруг улья, прыгая с помощью пожарных шлангов, которые можно обрезать. Главное помнить следующее. Играем мы за пчёл, поэтому шланги обрезаем медведя. Медведь без шланга теряет ориентацию и перестаёт представлять угрозу для улья. Обрезали дофига много медведей, получаете ахивно, который покажет вам, насколько вы круты. Случайно обрезали всех своих пчёл? Давай, до свидания. Начинайте заново. Попутно нужно следить за медведями боссами, у которых и шланг потолще, и совести поменьше. А ещё придётся зажмуриваться, когда весь мультяшный мир игры содрогается от взрыва динамита и буквально пальцем соскребать меня с экрана своего смартфона. Ну вот, собственно, и все нехитрые правила, о которых нужно помнить. А вообще, To Be Not To Be – это весёлое сумасшествие, подправленное стильной графикой, музыкой по статистим диким медовым разборкам и, конечно же, яркими персонажами, которые запомнятся и понравятся вам. Также в игре есть бонусы. Некоторые соты ульи будут отличаться по цвету от остальных. Если вы тапните по ним прямо во время игры, то получите небольшую помощь. Цвет соты определяет бонус, который вы получите. Красная сота даёт дополнительную жизнь. Синяя сота замораживает всех, кто находится на экране на 4 секунды, так что вы сможете обрезать неподвижных медведей. Бирюзовая сота – это спрей вонючка, который отгоняет медведи от улья в течение 4 секунд. А чёрная сота обрезает всех медведей и пчёл с динамитом, которые находятся на экране в этот момент. Всего уровней в игре 10, каждый из которых отличается различными локациями и, конечно же, своей сложностью. От себя хочется добавить, что даже мне в мои 15 игрушка очень понравилась, не говоря уже о моём младшем брате. Игр подобного рода я раньше не видал и она действительно завлекает. Графика очень приятна глазу, а звук также передаёт всю атмосферу игры. Ну и, конечно же, сам смысл игры довольно забавен. Стоимость версии для айфона – 1 доллар, для айпэда – 3. И эта стоимость полностью продается тем удовольствием, которое вы получаете от игры. Ну а с вами был AppleExpert, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!